Всем привет, всем салем! Добро пожаловать на канал! Дорогие мои, давно с вами не виделись. Это видео посвящено квартирам в Москве. Снова я делаю обзор на жилье в столице, как говорится. Я постараюсь сегодня быть покороче. Прошлое видео вышло на 55 минут. Это перебор, на мой взгляд. Поэтому сегодня нас ждут только два варианта. Сегодня мы с вами будем обсуждать трехкомнатные квартиры. Такого еще у меня не было. Так что присоединяйтесь, наливайте чай, кофе, ставьте лайк. Ну и, конечно, пишите комментарии, с чем вы согласны, с чем нет. Своё мнение делитесь им, мне интересно. Ну что, дорогие мои, давайте начнем. Я уже открыл замечательный вариант. Посмотрите, какая яркая, светлая, позитивная трешечка. 77 тысяч рублей в месяц. Почти 61 квадратный метр. Ну разгуляться душа может прям уж ух. Скорее займите туда друзей, родственников и коллег с работы. Точно найдется всем место, я надеюсь. Девятый этаж 12-этажного дома. Высоко сижу, далеко гляжу, как говорится. Ну давайте начнем. Про адрес и описание чуть попозже. Откроем первую фотографию. Что мы видим, дорогие мои? Ну, конечно же, вот эту потрясающую тумбу, которую поставили не просто так, дорогие мои. Вот сюда должен уместиться телевизор или большое зеркало, чтобы сидеть и пудрить носик. Я не понимаю, зачем люди ставят напротив окна тумбу и на него еще предстоит поставить огромную плазму. То есть очень много забирает дневного света телевизор. Я думаю, все-таки нужно его немного расположить около стены. Но здесь не буду привередличить, так сказать, или как там говорится. Пойдемте дальше. На полу замечательный ковер, который я терпеть не могу. Он серый, он старый, мне не нравится. Мне нравится ковролин по всей комнате. Знаете, как бывает в американских домах, когда заходишь, везде ковролин. Но именно вот куски, шматки такого ковра мне не нравятся. Это старый фасон, вот это все какое-то несовременное. Я понимаю, там если подобрать ковер, грубо говоря, под стиль комнаты. Какой-нибудь аккуратненький, какой-нибудь такой современный, но и без этих кружев. Вот мне не нравится вот эта табуретка и мне не нравится этот ковер. Шторы прикольные, мне нравится расцветочка. Карниз открытого типа, то есть не закрывает нам всякие крючки неплохо. Светлый потолок, пластиковые окна новые. Посмотрите, с левой стороны у нас комод. Комод выполнен в таком же стиле, в котором вот эта тумба. В принципе, есть у них, да, перекликаются цвета. Скорее всего, это был какой-то один набор, но его вот так вот распространили. С левой стороны у нас замечательная картина под названием Доброе утро, Зимнее доброе утро. Помните Пушкина, вспоминайте стихотворение. Вот здесь вот замечательно еще раз тавился, здесь распространился, так сказать, журнальный столик, черный. Но если с левой стороны кусок дивана белый с черным, то они в принципе по цвету совпадают. Неплохо, неплохо. Поставлю четверочку этой комнате из-за ковра, я понижаю оценку, и из-за вот этой тумбы, которая в принципе, ну, захламляет немного пространство. Если некуда поставить телевизор, ну, ребят, значит, он не нужен в комнате. Поставьте его на кухне и смотрите там. А если это трешка, то у вас, скорее всего, есть гостиная, и там можно, так сказать, поставить замечательную плазму и что хотите. Хоть холодильник третий ставьте. Дальше поехали. Следующая фотография та же самая, дорогие мои, но немножечко правее. И здесь входит у нас в ракурс нашего видения, нашего взора, вот такой встроенный большой шкаф с подсветкой сверху. Не знаю, горит, не горит. Но в принципе, да, вы видите, сейчас даже буду отмечать вам, чтобы вы понимали, вот этот шкаф, вот эта тумба и вот этот комод, у них есть общая стилистика. Это уже хорошо, это замечательно. Я ставлю плюсик. Все хорошо. Но убрать нужно вот это вот отсюда, где у меня стрелочка, стрелочка моя волшебная. Вот это надо отсюда убирать, убирать срочно. Ковер здесь нам не нужен. Убирайте его, стелите либо ковролин какой-нибудь, такого же серого оттеночка, но он просто убивает. Ну нет, ему здесь не место, дорогие мои. Следом идет фотография коридора, светлый, чистый, уютный. Впереди нас ждет какие-то две тайные двери, как говорится в Гарри Поттере. Тайные комнаты какие-то, но подождите, еще не вечер. Мы обязательно в них, я надеюсь, найдем, дойдем и войдем. Но интересно, конечно, выполнен коридор, светлый, уютный. Мне нравится. Вот прямо вот здесь вот пятерочку ставлю. Круто. Видите, я не ругаюсь. Это уже хорошо, дорогие мои. Значит, биполярочка, все-таки я ее контролирую. Иначе бы мне здесь тоже что-то не понравилось. Но нет, все хорошо. Приближенный формат дальних дверей. Но здесь включатель, подсвечник. В принципе, неплохо, обсуждать здесь нечего. Двери мне нравятся. Светлые, с такими вставками стеклянными, как я полагаю. Интересно. Дальше комната у нас идет. Вторая уже, да? Первая вот этим с ковром ужасным. А вторая комната без ковра. Здесь я вижу хорошую дверь светлую. Сверху что-то там приклеено. Квадратик какой-то на удачу, наверное. Потому что многие любят лепить на стены. Куда-то там какие-то иконы. На удачу. Ну ладно, это мы простим. С правой стороны кусок шкафа. Я надеюсь, нам покажут еще эту комнату с другого ракурса. Потому что здесь, в принципе, обсуждать нечего, дорогие мои. Унитаз, унитаз. Ах, какой ты ля-ля-ляс. Посмотрите, какая красота и чистота. Вот это самое главное. Ёршичек стоит. Вот эта вот штучка-дрючка тоже здесь стоит. Освежитель, да, для воздуха. Обязательно он должен быть, дорогие. Неважно, один вы живете или с несколькими людьми. Все равно после себя нужно оставлять только запах райского сада. И это замечательно. Вот здесь вот я ставлю плюсик. Светлый унитаз. С правой стороны, сейчас я нос почешу и скажу, что мне тоже нравится. С правой стороны, это у нас вот бумажка висит. То есть, она не где-то там валяется, не сзади вас стоит. И вы не понимаете, что же делать. А вы уже все сделали. Где же бумажка? Вот она, пожалуйста, перед вашим взором. Вся инфраструктура туалета аккуратно убрана в эту дырку. И здесь у нас тоже идет труба. Но все аккуратно. Все аккуратно, чисто, светло, свежо. Я даже чувствую здесь запах мандаринов. Поэтому, в принципе, пятерочка. Тоже пятерочка. Сказать нечего. Самое главное, что здесь не делают склад из туалета. Вы прекрасно знаете, если смотрели прошлый выпуск. Многие любят в туалет ставить швабры, совки, ведра. Не знаю, там... Да весь хлам, короче, в туалет несут. Поэтому вот здесь вот все чисто, уютно и комфортно. Мне нравится. Мне нравится. Сфотографировали выход на балкон. Посмотрите, балкон застеклен. Современными пластиковыми окнами. Обивка балкона изнутри деревянная. Снизу у нас, скорее всего, как я вижу... Сейчас я буду стрелочкой вам показывать, о чем я говорю. Это кусочек ковра. В принципе, неплохо. Вот меня смущает только вот эта вот труба. Это что такое? Что-то... Я не могу понять. Это что? Это шланг от насоса? От пылесоса? А он что, у вас там на потолке, что ли, свисает? Очень непонятная штучка-дрючка. Мне неизвестно, что это такое. А-а-а! Если здесь есть кондиционер, скорее всего, это вот эта выхлопная труба его. Не знаю. Я ставлю из-за этого шланга 4 балкона. А так, в принципе, пока что мне нравится. Мне нравится. Коридор. И вы знаете... Обязательно в темный угол мы ставим темную советскую стенку. Посмотрите, как она забирает свет, дорогие мои зрители. Вы видите? Вот все хорошо. Ну просто идеально, светло, свежо. Нет, нам надо темную стенку поставить сюда, чтобы она все перегорождала. Потому что некуда убирать свой хлам. Ну нет, ребят. К выпивке. Но я не пью. Ну ладно, дальше поехали. Ну вот, начинается так сказать. Все было хорошо, да нехорошо бы стало. Поэтому здесь у нас на балконе вот такие полочки, которые вообще сюда не подходят по фасону. Они тут, значит, присверлены, висят. И здесь вот уже хлам. Пакеты в пакетах, кастрюльки, графины и прочее. Вот нет, вот это мне уже не нравится. Зачем? Для чего? Они же пустые. И для чего это все нужно? Непонятно. Балкон с полками. Я понимаю, если вам срочно нужно до полки, чтобы там поставить, не знаю, там свои банки, огурцы и помидоры вы закрываете, да? Но просто так вот, ну нет, мне не нравятся полки. Мне там вообще ни к чему. Еще раз нам оставляли балкон. Я вижу в балконе отражение. Ну, не важно. Дальше поехали. О, смотрите, какая интересная вещь на балконе в том числе. Я полагаю, это балкон, дорогие мои. Стоит та самая кастрюлька, которая стояла на одном из моих прошлых обзоров на кухне. Помните квартиру, где было все завалено в кастрюлях? Вот, именно эта кастрюля, видимо, перешла по наследству. Замечательно, просто потрясающе. На балконе у нас сделаны шкафы. Снизу тоже шкафы. Справа кашпо под цветы. В принципе, неплохо. Возможно, это рабочее место. Может, человек действительно занимается, знаете, рассадой, к примеру. Но кастрюлю на отсюда убирать. Зачем ее сфотографировали? Это что такое? Там что находится-то? Могу понять, до чего это все? Зачем мне показывают кастрюлю? Я что, кастрюлю буду снимать? Мне нужна квартира. Кастрюлю убирайте, дорогие мои. Они не нужны. Еще раз показывают нам встроенный шкаф. Я не буду его обсуждать по 33-му кругу. Аааа! Ааа! 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 Так вот, для чего этот комод напротив окна для вазочки. О, боже, как это мило. Посмотрите. Посмотрите, вот сюда, вот сюда нужно поставить цветок. Вот он, да? Смотрите, какой цветочек. Это будет у нас ромашка. Боже мой. Это сосуд. В современных патрешках без сосуда нельзя, дорогие мои. Посмотрите. Пепельницы, салатницы. Ну, вот все для того, чтобы ваш взгляд приковала вот эта вот замечательная абстракция. Кошмар. То есть, если бы поставили вот эту тумбу окна ради того, чтобы, ну, некуда ставить вам стеклянную или хрустальную вазу. Ну, я не знаю. No comments. No comments, дорогие мои. С другой стороны, сфоткана эта же комната. У нас еще одна картина зимнего утра. А, они уже перевесили. Другая была картина. Ну, не важно. Стоит такой диванчик, аккуратненький, хороший, современный. Мне нравится. Без комментариев. Есть бра. Тоже интересно выполнено. Хороший уголок. Вот прям вообще мне очень нравится. Но вот этот трэш, это куда? Это для чего вообще? Зачем? Куда? Это посыл куда? Я еще не могу понять. Для вазы отдельно стоит эта тумба посередине комнаты. Ну, это что-то перебор, дорогие мои. Разложен еще диванчик. Здесь можно сидеть. И смотреть на шкаф напротив. Шкаф уже у нас стоит, да? Ванна. Приятная, я скажу. Смотрите, там тут даже подобрана туда шторка. Чем-то перекликается, да, по розовым оттенкам с плиткой. Прикольно. Светло. Чистенько. Вот сейчас мне пока нравится. Вот сейчас мне пока нравится. Я не вижу полностью картину, но в принципе неплохо, дорогие мои. Дальше идем. Стиральная машина вот такого погружного характера. Я ни разу с такими стиральными машинами не работал. Но говорят, что они тоже неплохие. Вот барабанные и вот такие погружные как бы. Не знаю, сказать ничего не могу, но она стоит чистенькая вроде бы, может даже новая. Не знаю. Вот здесь вот есть специальные штучки для полотенец. Это тоже плюс. Ничего, так чистенько, уютненько, комфортненько. Еще раз нам унитаз. Сфотографировали уже с полочками. Смотрите, как они, да? Начали все потихоньку, потихоньку. Потом что-то модернизируют, пока я смотрю эти фотографии. Что-то вносят. Смотрите аккуратно, дорогие мои зрители. Сейчас к концу подойдем этой квартиры. А там уже и комода с вазой нет. Там уже стоит телевизор спокойненько. Мы прям молодцы. Очень мобильные, очень мобильные. А, вот комната. Одна из комнат. Вот, посмотрите, в каком стиле сделано, да? Интересно. Потолочки так вот, прям у нас с такими штрихами. Интересный цвет. Ну, цветопередача, понятно, что на фотографиях не может быть оригинальной, да? Потому что каждый телефон со своей матрицей. Но здесь вот интересные такие холодные оттенки, я бы сказал, да? Диван такой с покрывалом, с подушечкой. Шторки, посмотрите, какие интересные, да? Пластиковые окна. Батареи старые, я вижу. Но, в принципе, они не портят взгляд, если они всегда за шторками. Ну, не знаю, что такое. Это ковролин или паркет, сложно сказать. Я бы убрал, как всегда, вы видите, да? Даже замечаете, дорогие мои, если давно уже меня смотрите. Эту штучку-дрючку! Ля-ля-ля! Потому что в самом темном углу комнаты нужно ставить самые темные шкафы. Надо оттуда его убрать, потому что он забирает свет. И что, у вас шкафов больше негде поставить? Шкафа больше негде поставить? Или у вас мало их? Ну, блин, нет. Шкаф отсюда надо точно убирать, дорогие мои. А так, мне нравится. Мне нравится комнатка. Ну, вот шкаф! Ну, вот шкаф! Ну, вы чё? Зачем вам вот этот тогда? Я чуть не могу понять. Вот это вот зачем? Если у вас есть вот этот шкаф, зачем вам вот этот шкаф? Если здесь есть вот этот шкаф? Что это такое? Что за комната? Шкафная комната? Вот, достаточно. Всё. Есть зеркало в полный рост. Замечательно. Ребят, убирайте тот шкаф из угла, быстро, срочно. Тогда у вас точно будут квартиросъёмчики прямо сегодня. Смотрите, как выполнена розетка прямо посередине. Вы можете заряжать не только телефон в комнате. Можно повесить, допустим, вот сюда, допустим, вот сюда повесить телевизор, да? Допустим, здесь вот телевизор будет у вас. А с другой стороны, вот здесь вот этот, а диван перенести вот в эту сторону. Тогда можно будет смотреть телевизор. Да? Если вы, конечно, любите телевизоры. Ещё одна фотография та же. А-а-а! А-а-а! Подождите, я сюда не заметил, что здесь телевизор? А, он не попадает тут в ракурс. Всё понятно, смотрите. Как они быстро всё успевают. Я только говорю замечание, они сразу вешают. Посмотрите, какие умницы. Всё, тогда забейте про мой комментарий, про розетку. Вы уже здесь разместили маленькую плазму. В принципе, хорошо, надо только что-то придумать с этими проводами. Провода смотрятся ужасно. Ну и шкаф этот убрать оттуда навсегда. Следующая фотография. Мы видим парту, дорогие мои. Здесь, скорее всего, обучаются люди. Балкон, пластиковые окна, шторки такие золотистого характера. Чисто, уютно, комфортно. С левой стороны у нас шкаф большой. Вот этому шкафу я не знаю, что поставить, что сказать. Потому что, в принципе, он неплохой, но с другой стороны он захламляет пространство немножко. Я всё-таки убрал бы, возможно, я бы убрал бы вот эту часть. Потому что слишком много он занимает места, на мой взгляд. Машинки там расклеены. Пожалуйста, кому нравятся машинки. Смотрите, какая красота. А это, слушайте, это же офис. Из третьей комнаты сделали офис. Офис для репетиторства. Вот здесь сидит хороший мужчина. И у него тут компьютер. А здесь сидит ученик и пишет свои ляляки-каляки. То есть, это прям офисная комната. Всё сделано для работы и для творчества. Интересный подход. Балкон. Как я полагаю, в этой трёшке два балкона. Видите, они различаются. Тот балкон и этот балкон. Ну, балкон тот с кастрюлей, я напоминаю. А здесь, не знаю, возможно, тут нет кастрюли. Я жил в трёхкомнатной квартире. И действительно, у нас было два балкона. На одну сторону и на другую сторону. Дома. Здесь у нас пуфик, на котором можно сидеть. Окна пластиковые выходят на двор, как я полагаю. С другой стороны у нас... Вот они, вёдра. Я всё ищу. Где же вёдра? Где совки? В туалете их нет. А они на балконе. Проказники. Посмотрите, какая современная швабра. Посмотрите, какой пластиковый совочек. И щёточка. Но вот этот трэш... Вот это что это такое? Графины, тарелки. Ну, это то, что осталось от прабабушки, видимо. Остаётся на веки веков вечные на балконе. Если вы не пользуетесь, выкидывайте. Я не понимаю, зачем копят хлам. Тут есть ещё шкаф такой. И плёточка. Ну, давайте, давайте, дорогие мои. Кто родился в 80-х? Вы прекрасно знаете, что в 90-х вот так вот ходили с плёточками. И ковры отбивали на улице. Зимой. Летом отпыли. Вот такая плёточка осталась. Господи, какая-то ностальгия. Я не могу. Я сейчас заплачу. Но это действительно прикольно. Но я бы убрал вот этот весь хлам снизу. А так ничего. Вид с балконом вам пожалуйста. Конечно, это не лазурный берег и не Малайзия. Но, в принципе, школьная крыша и кустов достаточно, чтобы подышать свежим воздухом после рабочего дня. Наконец-то мы переходим на кухню, дорогие мои. Здесь нас встречает вот такой металлический холодильник с каким-то уже дефектом. Но ничего страшного. Самое главное вот этот дефект, дорогие мои, если будете заезжать, вы оговорите этот дефект со своими вот этими арендодателями. Потому что если вдруг что, они скажут, что этот дефект вы нанесли. Это очень важно заранее предупреждать и смотреть на такие нюансы. Иначе будете холодильник покупать новый. Вот, далее у нас тут замечательные шлёпанцы. Кому нужны шлёпанцы или что-то, кроссовки. И ещё нас здесь ждёт вот такой рюкзачок, женский, по-моему. Ну, не важно. Ещё есть вот такая спортивная сумка или что это? Сумка-юмка. В ней, в принципе, всё умещается. И, как я полагаю, это коридор. Коридор с какой-то вот опять, с каким-то шкафом, который не в тему. Ну, ладно. У нас тут замечательно умещается холодильник. Никому не мешает войти и выйти из этой кухни. Обои интересного типа. И тоже светлые, видите? Не тёмные, не зелёная краска, как бывает со времён постройки. А всё-таки тут тоже ремонтик и плитка внизу. Обратите внимание, плитка это хорошо. Как я уже говорил в прошлых выпусках, когда есть плитка на полу, её легче всего мыть. Если вдруг вы уроните жирную котлету на пол, а у вас там ковёр белый. Вы представляете, какое счастье. Смотрите, это у нас кухонька. Вот кухонька, конечно, мне не нравится вот эта металлическая штука. Я не люблю вот такие металлические настилы. Вы понимаете, да, о чём я говорю? Мне не нравится. У меня сразу ассоциация с каким-то, знаете, с каким-то кафе. Или с, блин, с каким-то заводом по производству чего-то. То есть, вот я не люблю, когда столько металла на кухне. Вот это, мне кажется, уже не то, что не модно, а несовременно, что ли. Ну, просто мне не нравится вот эта металлическая штука на раковине. А так, в принципе, неплохо. Шкафчики светлые, ведро стоит какое-то. Здесь у нас висит все штучки, чтобы вам готовить. Куча всяких пластиковых, дешёвеньких таких досок. Есть вот такая штука. Кстати, я такую же тоже купил для губки недавно. Это потрясающе. Теперь у меня не ванночка для губки, которая с плесенью, а вот такая пластиковая штучка. Ну, в принципе, неплохо. Есть плитка. Посмотрите по всему периметру, да? Вы видите по всему периметру. Вот здесь вот есть плитка по стене. Это тоже хорошо. У нас электрическая плита. Но минус, конечно, нет вытяжки. Если вы заметите, вытяжки тут нет. То есть, весь жир будет на полках капать вам в суп. Ну, без вытяжки, конечно, плохо, плохо. Приходится поставить четвёрочку такую. Ну, ещё из-за этой металлической штуки на ракамине. А так, в принципе, посмотрите, неплохо. Светло, свежо. Всё в каком-то определённом, да? Определённом стиле. Вот здесь вот сколько пространства рабочего. Ставьте чайник, ставьте кофемолку. Чё хотите. Прикольно. Я, правда, не знаю, но, скорее всего, здесь нет лампочек под полками. Лампы иногда вставляются, чтобы вы видели, что вы режете. Бывает, одна лампа висит, Ильича, на кухне позади вас. Вы режете в темноте и так хрязь по пальцу. И салат уже мясной получается. Но, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Мне нравится. Минус только раковина, как я уже сказал. Металлические настилы мне не нравятся. И нет вытяжки. Вот здесь у нас есть уголок. Вот здесь вот есть тумба с салфеточками. Посмотрите, как красиво. И, конечно же, хлам, который пора выкинуть, это вот эту тумбу-юмбу. Она здесь не нужна. Микроволновку можно поставить туда, где рабочее пространство. Там ещё достаточно. Либо присверлить какие-то полочки. Такие, знаете, есть держатели для микроволновок, чтобы они были, свисали, короче, сами по себе на стене. И, конечно, убирать вот этот вот телевизор. Сейчас плазмы стоят. Тысячи, ну, три, пять, наверное. Не знаю, но поставьте плазму. Но вот это вот уже всё. Ну, алё, ребята, это прошлый век. Это ужасно смотрится на современной кухне. Кухня-то хорошая. Кухня хорошая. Телевизор? No. No. Телевизор? No. Not work. Not work. Телевизор? Габбедж. Габбедж. Да, вы понимаете? И вот эту тумбу-юмбу я тоже убрал, потому что непонятно. Человек, получается, сидит. Я вот как предполагаю, да? Я снял квартиру, я здесь сижу. Значит, вот я такой маленький и мягкий. Здесь у меня тарелка. Я завтракаю. И я смотрю. Вот я, видите, вот тут мои глаза. И я смотрю на телевизор. То есть это вот так происходит, да? Или я чуть не понимаю? А человек, если, окей, а если человек вот здесь сидит, получается? Сейчас я отмечу. Вот здесь вот сидит моя подруга. Она тоже что-то ест. Ее три волосика. Но она же не видит ничего, что происходит в телевизоре. Что-то я не могу понять. Короче, мне не нравится тумба и телевизор. Вы поняли. Ну, а так неплохо, неплохо, неплохо. Хорошо. Кстати, это последняя фотография, дорогие мои. Ну, что сказать, ну, что сказать. Давайте продолжим описание читать. 77 тысяч рублей каждый месяц вам платить. Трешечка. 61 практически квадрат. Посмотрим, где находится. Отрадная 5 минут. А, в принципе, да. Смотрите, как. Смотрите, как близко. Вот метро, а вот дом. Мимо какого-то торгового центра пройдете. Замечательно. Квартира. Три комнаты. 60 квадратов. И 6 еще чуть-чуть совсем. Шаг один, да, буквально. Площадь кухни 8 метров. Девятый этаж. Лоджия. Лоджия, поэтому кухня совмещенная с балконом. И еще один балкон, походу. Ну, не знаю. Вот. Дальше. Тип комнаты все изолированные. Все есть. Wi-Fi есть. Телевидение есть. Пожалуйста. Условия аренды, читаем, дорогие мои. Условия аренды вот здесь. Внимательно. Прежде чем заселяться. Нам нужно, значит, рассчитать один месяц. А, и все. Тут нет комиссии, дорогие мои. Это же потрясающе. 7,7 плюс 7,7. Считайте. Я сюда плашечку воткну, такую красненькую. Вы поймете, сколько надо платить, когда заедете. Счетчики оплачиваются отдельно. Ну, а все остальное включено уже в платеж. Замечательно. Значит, нельзя с детьми, нельзя с животными. Курить нельзя. Если у вас есть дети, заканчивайте. Заканчивайте с ними. Я собственник. Сдается на длительный срок звонить только будущим арендаторам. Смотрите, как классно. Значит, в одной комнате раскладной диван, шкаф. В другой компьютер, рабочий стол, гостиная, раскладной диван, комод. Кухня, стулья, СВЧ. Пол-ламинат, везде стеклопакеты. Ну, потрясающе. Два пассажирских лифта. Железная дверь. Общий тамбур с одним соседом. До метро 3 минуты. Желательно пару. Муж с женой и еще славяне. Вот это мне не нравится. Вот это мне уже не нравится. Абсолютно. Строго не курящий. Без животных и без детей. На весь срок аренды. Оплата по счетчикам. Воды и электроэнергии. Ну, понятно. Страховой депозит можно разбить на 2 месяца. Вот так. То есть, вот этот залог, дорогие мои. Вот этот вот. Можно разбить на 2 месяца. И ехать прямо здесь, прямо сейчас. Ну, что сказать, что сказать. Пишите свое мнение, дорогие мои. Пишите комментарии. Как вам квартирка? Неплохая, на мой взгляд. Неплохая. Я бы что-то подкорректировал, убрал. Но, в принципе, хорошее, светлое. Я бы заехал сюда, честно говоря. Мне нравится. Мне понравилась квартирка. Замечательно. Еще без комиссии. Супер. Вот. Так что придется мне выкидывать ребенка, свою кошку. Заканчивать с сигаретами. И, скорее всего, я сюда заеду. Ну, поедемте дальше, дорогие мои. Ну, и второй, последний на сегодня вариант трешечки. Посмотрите, 80 тысяч на 3 тысячи дороже, чем предыдущая. И здесь 55 квадратов. Трешечка, 55 квадратов. Что-то как-то совсем мало. Маленькая площадь. Седьмой этаж десятиэтажного дома. Преображенская площадь. О, красная ветка. Это такой, да. Премиум, премиум, можно сказать. Ну, давайте, смотрите, скорее фотографии. Ради этого мы сегодня и собрались, дорогие мои. Ну, что сказать. Посмотрите, за 80 тысяч вас ждет вот такой фасон. Мне кажется, это уже более современно. Так, квартира была слишком такая, знаете, привилегированная. Похожа на рай. На мечты какие-то, да. Светлые надежды. А здесь мы опускаемся с небес на землю. Так, шлеп. И мы теперь уже в реалиях, дорогие мои. Реалии. Вот они так выглядят. А представляете, если бы ту квартиру сняли, вы приехали, а вас бы встретила вот такая. Вот такой фасон. Но это же потрясающе. Посмотрите, есть все для жизни. Во-первых, начнем с левой стороны, да. Вот такая труба, которая всегда льет воду. Ну, то есть, вы знаете, что если вам холодно, вы можете подойти к этой трубе и погреть ручки. Особенно зимой. Стоит вот такой стол. И какая-то квадратная штучка. Не буду ее обсуждать, не знаю, что это такое. Есть пластиковые окна, кстати. Посмотрите. Пластиковые окна. Это уже хорошо. Уже дуть не должно. Выходит, значит, вид на парк или сквер. Сквер, скорее всего, как удобно. Есть вот такие современные батареи. Слушайте, ну, неплохо. Нет штор, карниз открытого характера. Ну, не страшно. Я думаю, ну да, немножечко там на потолке что-то повыколупливалось. Ну, что, не бывает, что ли? У всех бывает что-то выколупливается. И здесь мы это прощаем. Здесь есть отдельный стол для завтрака. Вот это, скорее всего, стол для ужина, а это для завтрака. Ну, либо наоборот, думайте сами, как вам удобно. Это неплохо, неплохо, я скажу. Есть такая вытяжка, но она не проведена, так сказать, над плитой. Не страшно. Что, страшно, что ли? Нормальная квартирка. Вон две полочки есть специально для ваших, для вашей бытовой утвари, так сказать. Ну, смотрите, нет лишних шкафов. Нет старых телевизоров. Потрясающе. Кухня-то нормальная, дорогие мои. Посмотрите на пол. Вот здесь, скорее всего, что-то тащили. Или кого-то тащили, и вот ногтями так шкребли. Ну, не знаю, не знаю. Вот здесь нужно делать ремонт. Конечно же, есть зеленый чайничек и такая газовая плита. Газовая плита, ребят, не электрическая. Значит, дом газовый. Висит вот такой платок. Платок, наверное, кто-то постирал, снял с головы платок, да, и повесил сушиться над газом. Мы раньше, когда были маленькие, в 90-х тоже сушили вещи над газом, потому что сушилок не было. А сейчас 2024 год, сушилки есть, но люди все равно платки сушат над плитой. Замечательно. Хороший, так сказать, лайфхак. Ну, и здесь у нас еще встречают вот такие половники, набор для супов, кастрюль. Для того, чтобы вы готовили свои котлетки и кушали их вот здесь, прямо на этой кухне. Мне кажется, здесь чего-то не хватает, ребят. Что именно не хватает, пишите в комментариях. Я думаю, мы с вами сойдемся по какому-то мнению. Ну, и, конечно же, с правой стороны внизу нас ждет вот такое ведро, а точнее таз для помойки. Да, то есть это помойка, это помойное ведро, помойный таз стоит. Либо раковина просто подкапывает, бывает. Вот в этот таз, так сказать, кап-кап. Но ничего страшного. В принципе, есть рабочая поверхность. Вы можете вот здесь готовить, резать что-то. А потом спокойно идти на эту плиту и потом уже тут вот ужинать за этим столиком. В принципе, неплохо. За 80 тысяч, ребят. Не знаю, смотрите сами. О, другой ракурс этой замечательной богадельни. Смотрите, здесь у нас даже сушка есть открытого характера для тарелочек. Помыли тарелочку, поставили тарелочку. Все с тарелочки кап-кап-кап-кап вот сюда на деревяшечку. И потом вы это все берете и смакуете, дорогие мои. Смотрите, какая потрясающая кухня. Ну, просто бомба. Есть еще и раковина. Посмотрите, раковина чистая, кстати. Без сколов каких-то и без ржавчины. Ну, наверное, знаете, если им как его саноксом залили, прежде чем фотографировать. Бывает такое, бывает. Есть вот такие полочки аккуратненькие для всего, что вам, что не поместилось в шкафчиках. А, нет, это не таз, это действительно ведро, посмотрите. Ведро помойное, открытого характера. То есть здесь нет дверей. Вы то, что сюда бросаете, свою курицу, мясо. То, что не доели. И вот этот запах распространяется потихонечку. И каждое утро вы встаете и принюхиваетесь. Потрясающе. И, конечно, совок и вот такой веник. В принципе, это место как раз для этого и подходит. Я не удивлен. Почему бы нет? И еще какая-то розетка открытого типа. Руки помыли. Хотите руки вытереть? А вытереть-то нечем, дорогие мои. Тут-то розеточка. Смотрите, будьте аккуратны и бдительны. Вытирать нужно вот этим платком. О, господи. Дальше поехали. Санузел. Санузел совмещенный, дорогие мои. Трехкомнатная квартира. Это трешка. Напоминаю, санузел по факту должен быть раздельный. Ну ладно, ничего, дорогие мои. Пропустим это. Ведь 80 тысяч это всего ничего за такие-то, за такой-то сервис. Есть замечательная деревянная такая скамеечка. Как вы видите, скамеечка очень позитивная. Вообще прикольно, когда есть такие вещи, когда вы можете постелить что-то, сесть и помыться. Может быть, у вас там, не знаю, плохо. Может быть, вы не можете стоять и мыться, знаете. А здесь вот есть специальная такая штучка-дрючка. Синяя вот такая вот шторка, которая не подходит вообще сюда. Понимаете, да? Вы видите, вы заходите в комнату, в это вот санузел, и вас встречает синяя шторка. Ну потрясающе. Почему бы нет? Есть еще вот такая вот там штучка, это походу вытяжка. Конечно, нас встречает отличная раковина без крана. Ну в принципе, кран есть, достаточно его и здесь, знаете. Слишком жирно за 80 тысяч в трешке иметь кран в раковине. Знаете что? Это вам не хухры-мухры. Давайте-ка вы с небес на землю-то немножечко. Поэтому раковина со времен постройки, вот с такой инфраструктурой под ней, да еще и с пятном. Ну слушайте, мне кажется, надо постараться, постараться найти такой вариант. Не всем дано, не всем дано, дорогие мои. Есть, конечно же, вот такое зеркальце. Ну-ка, зеркальце скажи. Да все правда доложи. Кто на свете всех мудрее, всех приятнее и мудрее. Вот, пожалуйста, подходите утром и задаете себе вопросы. Какого черта я здесь делаю, к примеру? И здесь вот у нас есть замечательные такие вот лампочки, которые помогут вам сосредоточиться, так сказать, и задавать конкретнее вопросы. Конкретнее. В этом зеркале, мне кажется, может. Это как в фильме «Звонок». Короче, в это зеркало лучше не смотреться, дорогие мои. Вам может показаться, что сзади вас кто-то стоит. Итак, есть вот такая полочка именно над унитазом. Унитаз, кстати, хороший, посмотрите. Не разбитый, без сколов. Вот это удивительно, знаете, когда что-то есть нормальное вот в такой квартире. Ну, ради унитаза, конечно, снимать квартиру – это безумие. Если у вас такая мысль закралась, то срочно ее удаляйте, дорогие мои. Я все-таки думаю, что вы смотрите меня, имеете критическое мышление, логически какие-то связи нейронные есть. Так что унитаз хороший, а полочка... Ну, а как без полочки? В туалете над вами полочка вот такого фасона, открытого типа, с прозрачными дверьками. Мало ли вы что-то хотите, но не знаете, куда положить это. Вот здесь, пожалуйста, все есть. Есть труба, пожалуйста. Вот такого серого оттенка, да, серебристого. Полотенцесушитель, и уже вам в подарок при съеме дают полотенчика. Мне кажется, это неплохо уже. Ну, и современные, конечно, полы с ковролином, а точнее с ковром. Именно вот здесь, посерединке, вот такой ковер. Помылись, наступили, вам не холодно, дорогие мои, ваши ножки в тепле. Правда, потом нужно проверить будет ноги на грибок. Итак, далее пойдемте. Еще одна фотография. Тут уже шторка нас встречает. Распущенная, так сказать. Ну, замечательно. Еще леечку нас фотографировали. Посмотрите, лейка с каким-то штырем. То есть, если вдруг у вас упало мыло около этой штуки, и вы нагнетесь за этим мылом, то штырь вам в глаз, как говорится. Лейка под таким углом, что встать под нее и помыться практически не возможно. Но, в принципе, неплохо. Все отколупливалось, как я уже говорю, да, отколупливалось на стене. Кто любит, вот, винтаж, старые такие вот квартиры питерского характера. Вот они вот такие, посмотрите. Вот так они выглядят. Если вам нравится, заезжайте. Мне кажется, вы найдете себя в этой квартире. Ну и, конечно, комната, где жить-то. Это же трешка. Ну, нас встречает, конечно, паркет. Интересно, уже пожитый, так сказать. Здесь, видимо, жарили шашлык, потому что я вижу следы темные от мангала. Да? Здесь у нас есть современное окно и батарея. Батареи заменены. Это хорошо, кстати. Это плюс. Нас встречает вот такая полка посередине с книгами. Ну, конечно же, тот, кто читает, точно знает, какие квартиры нужно сдавать и как нужно жить, дорогие мои. Потому что наличие книг не говорит о том, что вы умный человек. Либо соображающий. Ну, ладно, не будем об этом. Ладно, мы все-таки обсуждаем с вами квартиры, а не личности, хозяев и тому подобное. Не дай бог, не хочу никого обидеть. Итак, у нас здесь розеточка или что это? Такая антенна. Вон там удлинители есть. В принципе, неплохо, неплохо. Здесь у нас есть кресло. Вы можете сидеть и смотреть на книги. И, так сказать, вдохновляться. Неплохо. С другого ракурса сфотографирована комната. Вы видите вся инфраструктура перед вашими глазами. Современная люстра. Вот такая вот стеночка с встроенными шкафчиками, похожая на комод. Здесь все пусто. Пожалуйста, раскладывайте свои шмотки и живите на здоровье. Ну, там стул для наказаний. Где-то в углу стоит. Я не понимаю, что он там делает и почему я должен там сидеть. С правой стороны у нас есть еще вот такой шкаф, который сожирает полностью весь свет и все пространство. Его нужно выкинуть. Ну и, конечно, несовременный телевизор и скотч. На всякий случай, если вы приедете, откройте рот и будьте немного в шоке. Вам рот, так сказать, скотчем-то и заклеит. И еще есть вот такой вот тумба. Комод, на котором, в принципе, расставлена вся инфраструктура. Ну, конечно, думайте сами, дорогие мои. Это удивительный лот. Такого вы еще не найдете за 80 тысяч. Вторая комната. Посмотрите, есть вот такое пластиковое окно. Новые трубы. Опять этот же диванчик. Либо они его для фотосессии перетаскивали, либо это из одного комплекта. Вот такой стул и трильяж. Похоже на рабочее место Пушкина. Ну, ничего страшного. Здесь можно установить тоже какой-то компьютер, но места не хватит, чтобы сидеть. Ноги-то надевать куда? Ну, боком, бочком будете сидеть за рабочим пространством. Чемодан. Уже кто-то вас поджидает, дорогие мои. Чемодан советский. Куча книг, какие-то коробочки. Скорее всего, кто-то выезжает и готовит свои вещи на выезд. На выезд. Но вот что я хочу сейчас отметить, дорогие мои, так это очень важная вещь. Такого я еще не видел. Абсолютно. Вот такую вот композицию. Композиция уникальная. Вы такую композицию нигде больше не увидите, дорогие мои. Посмотрите внимательно, что я вам сейчас покажу. Здесь на шкафу размещены вот такие тумбы. Да и еще с рабочим пространством. То есть, вы понимаете, да, чтобы экономить, так сказать, пространство, да, чтобы не ставить эту тумбу сюда, сюда или сюда. Ее поставили на шкаф. Так, у меня что-то поломалась логика моя. А для чего? Это, это, это вообще, это, это куда? Это посыл куда? Я не могу понять. Это, это что? Пишите в комментариях. Я уже потихонечку начинаю говорить, чтобы моя нервная последняя клетка не померла. Пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Если у вас такие мысли поставить на шкаф тумбы, это очень интересное решение для... Это что такое? А, это, скорее всего, переход из коридора в комнату. Посмотрите. Коридор темноты. Я такие коридоры называю, потому что здесь, конечно, вообще непонятно. Вот это вот, вот это вот все. Обведу в такой большой круг. Непонятно, дорогие мои, зачем, это куда, это для чего. Но кто-то любит, наверное, уединение. Поэтому в комнате стоит шкаф таким образом, чтобы вы мимо проходили и не видели ничего своими глазами. Поэтому вот это интересный такой фасончик, да. Вы видите здесь специально такой, как сказать, проход. Такой лабиринт, да. То есть вы идете вот здесь сюда, и потом вы идете отсюда туда. Да, вот так вот, короче. Это какой-то резкий поворот. То есть если вы с координацией у вас плохо, то, скорее всего, вы просто не доберетесь до своей комнаты. Не получится, дорогие мои. Большая советская стенка с левой стороны. Выкидывать. Тут вообще очень много чего надо выкидывать, честно говоря. Ужас, кошмар, просто трэш. Вот три мои слова. Ужас, кошмар, трэш. Выкидывать, менять. Ужас. Просто а! О, и еще одна комната. Там, посмотрите, есть стильный, современный рабочий стул такой на колесиках. Можно на нем кататься по этой трешечке. Современная стенка такая у меня уже была. Ее выкидывать. Она съедает много пространства и много света. Она вообще, в принципе, почти никуда не подходит, такая стенка в современном мире. Есть такая вот интересная люстра желтого оттенка. Тах-та, посмотрите. Все условия. Вы можете лечь и так. Сейчас я нарисую. И вот так можете лечь. И вот так вы можете. Где тут у меня? Вот так вы можете лечь. Да, в принципе. Свисают волосики. И вот так вы можете лечь. То есть тут очень много разных вариантов и вариаций, дорогие мои, решать вам, как вам лежать. Ну, конечно, вон тут есть бра, поэтому, скорее всего, лучше вот перпендикулярно. Ну, вы меня поняли. Здесь есть шкафчики, которые висят здесь со времен постройки. Есть такие рулоны. Если вы захотите что-то переклеить, пожалуйста, все в ваших руках. Есть вот такой небольшой стул-скамейка. Здесь можно как раз накидывать свои вещи, телефон ставить на зарядку. То есть, в принципе, это неплохо. Вот здесь вот еще один какой-то шкаф стоит. То есть два шкафа. Это достаточно. Достаточно для такой комнатки. Два шкафа. Ребят, ну во! Столько пространства, куда бы затащить, запихать свой хлоп. Два шкафа. Потрясающе. Такая тахта. А вот здесь можно скакать и прыгать. Смотрите, сколько много пространства. В принципе, неплохо. 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 И еще с другого стороны, с другого ракурса. У нас здесь целый набор розеток. Смотрите, вы можете просто с этими розетками жить, поживать, добра наживать. Тут просто какой-то коллапс розеточный. Тут зеркало. Посмотрите, два даже зеркала для увеличения и для отдаления. Это замечательно. Все, что вы хотите посмотреть и найти в своей внешности, здесь вы точно это сможете сделать. Полки для хлама. Вот здесь наверху у нас стоят, лежат коробки. Коробки важны, коробки нужны. Они набирают, так сказать, пыль. И если вы боитесь, что коробок больше не существует в мире, и это единственные коробки, которые остались в нашей стране, то, скорее всего, конечно, не надо их выкидывать. Мало ли они еще пригодятся. И, в принципе, неплохо. Рабочее пространство, вы видите. Все достаточно уютно и комфортно. Еще один ракурс комнаты, которую мы уже обсуждали. На полу уже что-то какой-то трэш происходит. Там уже разваливается потихонечку паркет. Это была последняя фотография, дорогие мои. Ну что, трехкомнатная квартира, 55 квадратов, 80 тысяч рублей. Седьмой этаж. Преображенская площадь 5 минут. Ну, действительно, посмотрите, да тут даже меньше. Вот метро и вот квартира в этом доме. Потрясающе. Идти далеко не надо. Замечательно. 55 квадратов, 3 комнаты, жилая площадь 20. Потрясающе. Залог полмесяца. Посмотрите, это вообще почти даром. Почти даром 120 тысяч вы оплатите и заедете. 80 плюс половина залог. 40 тысяч, да? Считаем, считаем, девочки, мальчики. 120 тысяч. Нет никакой комиссии. Все включено. Счетчики, естественно, оплачиваются отдельно. 6 человек может проживать. Нельзя с детьми, нельзя с животными. И курить тоже нельзя. Поэтому, дорогие мои, оставляйте, оставляйте детей. Оставляйте кошки, кошки, собаки. Все должно остаться в вашем прошлом, чтобы заехать в эту квартиру. Рассмотрим всех до 6 человек. Все, дорогие мои. Один лифт пассажирский я вижу, грузового нет. А дом панельный. Проверка в реестре все соответствует. Пожалуйста, дорогие мои, как вам такая трешечка? Готовы ли вы заехать в нее? Готовы ли вы распрощаться со своими питомцами для того, чтобы только построить свое личное счастье? И посмотреть, как живут и можно жить в современном мире. В квартирах вот такого фасона, дорогие мои. Я думаю, у вас все получится. Все в ваших руках. 80 тысяч это не такая большая сумма в современном мире. Если вы получаете 40 в месяц, то в принципе вам надо 2 месяца, чтобы накопить и заехать. Ну, 3 месяца накопите и заедете. Трешечка все-таки это очень хорошо. Да еще около метро, дорогие мои. Пишите комментарии, что вы думаете по этому данному плоту. Ну, что сказать, дорогие мои. Это был обзор двух-трехкомнатных квартир в Москве. Пишите свое мнение в комментариях. С удовольствием ваше мнение почитаю. Ну, и как вы считаете, стоят ли эти квартиры таких денег? Или все-таки вы бы не стали платить столько ради такого комфортного проживания? Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока!